В Люберцах подвели итоги конкурса «Рождественская игрушка». В этом году от воспитанников детских садов и школ городского округа поступило более 600 работ. Около 250 прошли в финал. В Центре развития образования прошло итоговое заседание конкурсной комиссии, на которой выбрали лучшие работы. Такого снеговика под емочку поставить просто новогоднее чудо будет. Члены конкурсной комиссии рассматривают каждую игрушку, сделанную детскими руками. В одном помещении собраны подделки, которые прошли отборочный этап ежегодного предновогоднего конкурса. Судьи признаются, выбрать самые лучшие задачи не из простых. Каждая работа заслуживает внимания и похвалы. Обратила внимание именно на этот подсвечник, подсвечник елка такая. Очень интересная работа. Использована проволока, обыкновенная флористическая проволока, скрепки. Авторам этих подделок от 2 до 17 лет. Конкурсные работы распределены по пяти номинациям. Символ года, зима в Подмосковье, елочная игрушка, новогодняя красавица и эко-фэнтези. В этом году данный конкурс проходил в два этапа. Первый этап был дистанционный формат, когда члены жюри отсматривали лучшие работы. И второй этап – очный. Оценивание в очном формате каждую игрушку, определение технологий, техник и так далее. На сегодняшний день у нас около 46 работ определены победителями. Но призы и грамоты ждут не только победителей. В каждой номинации в возрастной группе определилось второе и третье место. Авторов лучших новогодних поделок наградят во время ежегодного фестиваля «Звездочки». Луиза Игезарян, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ.